Всем добрый вечер! В данном видео хотел бы показать свою партию в классику, сыгранную на Чапате России, немножко там, разумеется, примерно полтора года назад. Ягра белыми в дебюте была разыграна d4, d5, c4, c6, славянская защита. У них 3, e6. Достаточно интересный порядок ходов. Дело в том, что здесь на основные, ну, самые напрашивающиеся ходы белых, конь c3, e3, черные могут придать игре весьма своеобразный характер, на мой взгляд, для них не безвыгодный. То есть, например, после хода конь c3, черные могут перейти к достаточно неприятному для белых варианту натыбома. Составная линия в нем продолжается dc, e3, b5, то есть видно, что черные цепляются за свою лишнюю пешку. a4, белые пытаются разорвать эту цепочку, а здесь слон b4. Начинается достаточно конкретная игра, слон d2, a5, cb, слон c3, слон b3, cb. b3, и вот тут вот черные должны играть, ну, черные должны играть слон b7, возвращать пешку и получать неясную позицию. Потому что если они за нее цепляются, то белые выиграют после слона b4. То есть видно, что ладья на а8 не защищена. А вот позиция после слона b7, bc, b4, на мой взгляд, довольно неплохая для черных. Кроме того, надо отметить, что, скорее всего, мой соперник готовился именно к подобному развитию событий. А я все ее в данном варианте помнил плохо в тот момент. Я должен сказать, что и сейчас ее знаю достаточно слабо. На другой напрашивающийся ход белых, e3, черные, помимо того, что после коня f6 могли перейти к эмиратскому варианту, также могли срать f5, получить достаточно выгодную для них разновидность каменной стены. Потому что видно, что белый чернопольный слон не выходит на f4 или на g5. А это означает, что белым придется придерживаться плана с ходами b3 и слона 3. На мой взгляд, этот план перевеса белым не сулит. Ну и к тому же, опять же, позиция на любителя, мне такие позиции не нравятся. Поэтому я выбрал другой возможный ход за белых в этой позиции. Сыграл вверх c2. Здесь уже f5 не так сильно, потому что белые могут вывести слона на f4. Поэтому последовало коня f6, g3. Вот мой соперник играл достаточно сильно и конкретно. dc, ферзь c4, b5. Я подобную реакцию в той партии, на такой ранней стадии партии видел впервые, поэтому ЛО, когда здесь задумался, сыграл в ферзь d3. Потом, когда пришел домой, оказалось, что главный ход за белых в ферзь c2. Хотя у хода ферзь d3 есть своя идея. Она заключается в том, что ферзь с d3, он держит под напряжение пешку b5. А это означает, что черным сложнее провести c6, c5. Это на самом деле критически важно. Последовало слон b7, слон g2, код bd7, 2 0. Ну вот, на мой взгляд, все подобные позиции объединяют одна особенность, что черные достаточно гармонично развиваются. И в том случае, если они могут провести безболезненно для себя c6, c5, они стоят, по крайней мере, неплохо. Часто даже перерез получают. А белые тем временем пытаются всяческим образом помешать продвижению c6, c5. Если им это удается, то слон на b7 остается пассивным. Пешка на c6 слабый, отсталый. На нем можно организовать в дальнейшем давление по линии c. Ну вот, дело в том, что конкретно в данной позиции грамотно и четко помешать продвижению c6, c5 не удается. После 2 0, мой соперник играет a6, потому что сразу c5 играть было нельзя. Сразу играть c6, c5 было нельзя, потому что белые могли отобрать пешку на b5. Компенсации черные за нее, видимо, не находили бы. А6 призвано подготовить продвижение c6, c5 на следующем ходу. В этой позиции компьютер утверждает, что белые могли рассчитывать на небольшой перевес, если бы сыграли конь e5. Если честно, вот мое впечатление о получающейся позиции геометрально противоположное. Потому что после конь e5, d, e, ферз d3, e, d, конь d5, еще немного и за перевес будут бороться черным. Потому что пешка d3 слаба, пешка e5 слаба. На движению c6, c5 помешать тяжело. Поэтому я выбрал другой напрашивающийся ход a4. Компенсации пятник здесь продумал примерно 15 минут и нашел грамотное решение всех проблем. Он сыграл c5. На b слон e4. Опять же, если сейчас белые убирают ферзя не на b3, а куда-нибудь в другое место, то черные просто играют a, b и получают отличную позицию. Это он ферзь b3 вынужденный. И вот здесь вот мой заправник предотвратился, на мой взгляд, очень красивый, но недостаточный идей, сыграл c4. А точнее, был основан d5. И, вероятно, у белых нет ничего лучше, чем играть ферзь d3 и допускать повторение позиции. Ну, как бы особо уделяться этому не следует, потому что черные очень гранатно и сильно разыграли гибрид. В партии же последовало c4 с очень интересной, красивой идеей, но все-таки, наверное, не до конца корректной. Последовало ферзь c4, а, b. То есть видно, что белых две фигуры под боем, ладья a8, ход вынужден. Ферзь a8, и снова белых две фигуры под боем, ферзь на c4 и конь на b1. Причем коня на b1 перейдется жертвовать. Так, вероятно, мой соперник не смог издалека учесть, что в этой позиции белых получат сильная компенсация за потерянную фигуру. Последовало ферзь b5, слом b1, конь d2. Ход конь d2 с двойным нападением на ферзя и слома b1 выглядит очень естественным, но сильнее было конь e5. С потрясающей по красоте компьютерной идеей, которая возникала после слона e4, слом b3, 4, ферзь b3, 4, и вот здесь вот, на мой взгляд, практически ненаходимый для человека ход ферзь a6. С идеей пойти ферзь на c8. Издалека, на мой взгляд, найти это невозможно. Черные в этом случае были бы вынуждены играть слон e7, конь c6, слон d8. После чего белые забирали два слона, черные этим временем заканчивали развитие. Конечно, несмотря на то, что у белых здесь две личные пешки и явный перевес, кое-какие шансы на спасение у черных оставались. В первую очередь они были связаны с тем, что белые поля вокруг короля белых ослаблены. Я же сделал более очевидный ход конь d2. Теперь ответ слон e4 вынужден. Конь d4, конь d4, слон f4. Вот, на мой взгляд, по-человечески в этой позиции у белых более чем достаточная компенсаторная фигура. Слоны f4, g2 просто очень сильны, фигура черных не развит, и король находится в небезопасном положении. Но сразу же мой соперник здесь ошибается. Правильно было сыграть слон e7, действительно, слон e7, ладья c1, слон d8, и вот моя компьютерная программа тоже считает, что в этой позиции... В общем, она тренирует эту позицию как нули, как абсолютно равные. Однако, мне вот самому удалось здесь найти идею, которая поэтому все-таки дает белым перерез. Надо сыграть h4, с идеей подготовить поле h2 для короля. Это важно в том случае, если белые захотят убрать ладью с первой горизонтали. И на ход h6 король h2. На мой взгляд, у белых здесь все-таки сохранять какой-то перерез. Ну, в партии всего это не случилось. Мой соперник сделал ход ферзь d5. Однако, после ферзь d4 оказалось, что координация фигур черных нарушена. И это оказывается для них смертельно. Наверное, здесь самым портом было g5, но после слон e5, или даже слон бьет g5, у белых большой перерез. В партии же последовало слон e7, ладья c1, слон d8, ладья c8, ферзь b7. Ну, вероятно, черные издалека не видели здесь ресурсы ладья b8. Довольно забавно, что такое огромное количество связок на доске, и черным приходится здесь откупаться фигурой, после чего они остаются без материала. Ферзь d5 ход единственный, слон c7, два ноля, размены на d8. Ну, и так, несложно заметить, у белых здесь две лишние пешки. По сути, выигранная позиция. Следующие несколько ходов я, наверное, перемотаю в достаточно быстром темпе, потому что там ничего особо интересного не происходило. Черные отчаянно пытались найти контроль-гру. Ну, вот тут можно поподробнее остановиться. Сыграл ферзь бьет f7, и на конь e7 здесь такой интересный момент. Что если белые забирают коня, то после ферзь d4 на f2 и на e4 висит, и здесь у черных и есть небольшая контр-рк. Поэтому пришлось поднапрячься и найти точный ход ферзь f4. Здесь единственный ход за черных, который не проигрывает моментально, это комбю g3, симпатичный шведель. Мой соперник его нашел. Но все равно после fg, ферзь b5, ферзь e5, размен-размен, получился выигранный легко фигурный эндшпиль. Ну, и такой вот еще симпатичный удар под коней. Получаются штаны, и белые проводят тэшку в ферзь. То есть на король e6 здесь последует b7, и одна из ферзек проходит в ферзи. Ну, после хода b6 мой соперник сдался. Я надеюсь, что вам всем понравилась данная партия, постараюсь дальше вас радовать своими видео. С вами был Никита Петров. Всем удачи!